Музыка С добрым утром, уважаемые телезрители! Янауйская студия телевидения приветствует вас. Сегодня 29 июля, пятница. Уважаемые телезрители, сегодняшнюю передачу мы посвящаем проблемам защиты прав потребителей. Многие из вас, наверное, уже знают о том, что Верховным Советом Республики Башистан принят указ, одноименный указ. Да редко кто из нас, как потребители, знает свои права. Наша творческая группа с участием заведующей отделом торговли местной администрации Марины Римовны Порозовой совершила рейд по ряду торговых точек города. Мы также поинтересовались ассортиментом имеющихся продуктов питания и промышленных товаров. Согласно положению лицензирования торговой деятельности, в каждом магазине нашего города и района, в уголке покупателя, должна быть вывешена, во-первых, лицензия на право торговой деятельности, обязательный ассортиментный минимум, который предусматривает обязательный ассортимент товаров первой необходимости, и контрольный талон, где отражаются все недостатки деятельности данного магазина. Кроме того, в уголке покупателя обязательно должна находиться книга жалоб и предложений и санитарный журнал, где органами санэпидемстанции отражаются все замечания по санитарному состоянию магазина. Заходя в продовольственный магазин, покупатель обращает внимание на то, что каждый продовольственный товар должен иметь срок хранения. Как же выдерживаются сроки хранения в продовольственных магазинах нашего города? На каждый продукт, естественно, имеется свой срок хранения. Чтобы выдержать хранение, в магазине, конечно, должны иметься определенные условия хранения. В магазине должны находиться холодильные шкафы, большие холодильные охлаждающие камеры, как имеются в данном магазине, и для хранения овощей и фруктов специальные подсутные помещения с вентиляцией и с определенным температурным режимом. Марина Ирин, насколько я знаю, что покупатель имеет право требовать сертификат качества. Да, это верно. На какой-либо продукт каждый покупатель в защиту его прав продавец магазина или директор должен предоставить сертификат качества на любой продукт, запрашиваемый потребителем. При отсутствии данного сертификата в магазине данный покупатель имеет право обратиться к руководству. Как же покупателю разобраться в ценах? Может быть, они необоснованно завышены? Ценообразованием занимается экономист по ценам торгового предприятия. При поступлении любой партии товаров или продуктов, документы, то есть транспортные накладные, передаются экономисту по ценам. К ценам оптово-отпускным, то есть ценам, которые предоставляет нам поставщик, экономист по ценам начисляет свою торговую надбавку. Но на некоторые продукты питания, такие как крупа, чай, овощи, фрукты и некоторые другие, торговые надбавки отпущены. То есть ограничения применения таких надбавок нет. Поэтому такие надбавки, такие цены, они могут быть разными и связаны с расходами каждого торгового предприятия. Отсюда включаются и транспортные расходы, и сдержки обращения, расход ГСМ и прочие расходы, связанные с доставкой данного товара. В нашем городе и районе работала группа с антимонопольного комитета по защите прав потребителей города УФЭ. В основном наши магазины, конечно, отражали более полный ассортимент хлебобулочных изделий, молочных изделий, были в продаже и колбасные изделия. Но наше самое главное недостаток, значит, и самое главное наше упущение, конечно, бесконтрольность отразилась на нарушении в ценообразовании некоторых групп товаров. По результатам данной проверки, конечно, состоялся очень серьезный разговор. В каждом торговом предприятии лица, допустившие нарушение, строго наказаны, многие отстранены от занимаемой должности. И, наверное, в последующий период, буквально на следующей неделе, мы планируем провести аттестацию наших специалистов, специалистов торговых предприятий, тех же экономистов по ценам, бухгалтеров по ценам, бухгалтеров, товароведов, значит, то соответствие своей должности. Все-таки это приведет нас к какому-то результату, и наши специалисты будут иметь свой более соответствующий профессиональный уровень. Марина Римовна, конечно, рядовым покупателям трудно будет разобраться в ценах, а все-таки у нас должна быть, наверное, какая-то комиссия? Ну, у нас существует, конечно, комиссия, создана комиссия, можно сказать, по защите прав потребителей. Она включает в себя 15 человек на базе отдела экономики. Создана была данная комиссия. И, ну, пассивность этой комиссии, конечно, сказывается вот на таких допущениях, на таких нарушениях. То есть со стороны вот отдела торговли, например, очень трудно контролировать те же цены, тот же ассортимент. А помощь с их стороны, конечно, их рейды, их проверки было бы нам большим подспорьем и для ужесточения и усиления контроля, и, значит, для выявления всех недостатков, допускаемых в торговой деятельности каждого предприятия. И еще хотелось бы, конечно, чтобы при нашей местной администрации был антимонопольный комитет, то есть представитель от Уфимского комитета, антимонопольного комитета, который бы действительно работал в защиту прав потребителя, с которым наша совместная деятельность и нашего отдела и его все-таки помогла бы нашему покупателю и нам, как торговым работникам, провести определенную работу по улучшению обслуживания наших покупателей и полностью торговой деятельности города и района. Продолжение следует... А может быть, мы, покупатели, не совсем знаем и свои права. Некоторые из нас незнакомы с законом защиты прав потребителей. Очень редкий из нас подойдет к уголку покупателей, ознакомится с ассортиментом товаров, лицензией на право торговли, даже просто с отзывами о деятельности торговой точки. Хорошо было бы, если бы везде, как здесь, в магазине номер 6, была бы вся информация о магазине и даже часы завоза продуктов питания. Продолжение следует... 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 Мы побывали во многих магазинах системы отдела рабочего снабжения, где Краснохолм снег. И сравнительно в вашем магазине ассортимент, конечно, побогаче. Скажите, пожалуйста, как вы добиваетесь этого? Мы ассортимент, потому что у нас богаче, мы изучаем спрос покупателей. У нас постоянно покупатели свои. Здесь с этой местности обслуживаем сами. И что они нам заявку дают, мы стараемся привозить. Вы изучаете спрос населения? Съездим, нестекам с миссакомбинациями. Стараемся побольше ассортимент привезти колбасы, потому что один и тот же ассортимент надоедает им. И у нас покупатели одни и те же. А насчет овощей? Овощи, лук продавали, репчатые, капусту продавали. Это уже завоз базов у нас. Полностью по Орсу. Альфера Анагимовна, наверное, еще нужно об этом сказать. Вот мы сейчас поговорили с покупателем. Тоже жалуются на то, что не принимаются бутылки. Конечно, это не только в вашем магазине, в остях магазинах, где мы были, бутылки не принимаются. В чем же трудности? Конечно, по мере возможностей люди приносят, мы уже не отправляем их, мы принимаем. Но у нас нет тары, чтобы принять бутылки. И потом это самое, что очень большое количество. Не принимают коммерческие ларьки, ничего, никакой посуды. Они продают, а приходится нам принимать. То, что мы продаем свою газ, воду, водку, мы обязательно берем. И те покупатели, которые у нас, они обслуживаются, мы уже не отказываем, которые приносят. Почти на полтора миллиона, на миллион каждый месяц сдаем бутылки. Значит, если бы и магазины районно-потребительского общества, ваши магазины, Орс, НОТ-5, также принимали бы каждый день бутылки, пустые бутылки, наверное, было бы легче. Как вы считаете? Да, конечно, если бы все принимали безоговорочно, было бы все нормально. И не было бы никаких жалоб, ничего. И вот то, что у нас коммерческие ларьки, продают они бутылки, тем более у них самопалы, и бутылки не моются, и поэтому эти бутылки приносят нам. Вот в это время у нас выходит немного конфликт с покупателями. Здесь покупаете молоко? Здесь покупаете. Всегда бывает, нет? Всегда? Даже и утром, и вечером, в любое время. Все бывает. В качестве расчета с покупателями в каждом магазине города введены кассовые аппараты. Сейчас мы находимся в фирменном отделе акционерного объединения «Искош» города Нефтекамска, который расположен в универмагии Наульского райпу. Отдел располагает очень большим и широким разнообразием товаров. Товары в данном ассортименте пользуются очень большим, высоким покупательским спросом. Привлекает здесь покупателя и небольшие цены. Допустим, я купила верхнюю одежду, а дома уже здесь не успела примерить, а дома пример обнаружила, что он мне мал и не понравился, одним словом. И что же в этом случае мне делать? В этом случае в законе по защите прав потребителя имеется специальный пункт. Если покупателю не подошел товар по расцветке, фасону, габаритам или по каким-то другим иным причинам, покупатель имеет право в течение 14 дней со дня покупки сдать этот товар в тот отдел, где он был приобретен. При этом покупатель должен иметь чек, по которому был выбит этот товар в данном магазине. И без всяких следов ношения. То есть товар должен быть новый, с этикеткой, с ярлыком или, допустим, с той же контрольной пломбой. В общем, в том же виде, в каком он купил этот товар в магазине, надлежащем в первоначальном качестве. Исключение из этих правил. Например, обмену не подлежит предметы нижнего белья, чулочно-носочные изделия, предметы женского туалета. Может быть, с сложной бытовой техникой. Допустим, мы купим магнитофон или, скажем, телевизор. Дома мы обнаружим недостаток или через некоторое время он сломался. Что же в этом случае должен делать покупатель? Это распространяется и на товары с сложной бытовой техникой. Но есть одно но. Здесь существуют свои гарантийные сроки, в течение которых покупатель может возвратить товар, несправный товар-магазин, которые предусмотрены в договорах с поставщиками, с которыми заключены договора гарантийные. Мы видим продукты вашего пищекомбината. Расскажите, пожалуйста, о сроках хранения этой продукции. Мы обычно делаем... Со сливочным кремом мы не делаем. Мы делаем только пока медовые торты, печенье. Сроки хранения и реализации тортов и пирожных при температуре от 2 до 6 градусов. Белковым кремом, фруктовой отделки и без отделки 72 часа. Со сливочным кремом 36 часов, а с заварным кремом 6 часов. А печенье разное обычно 6 дней. А вы придерживаете срок хранения сами? Придерживаемся, у нас не залеживается. Согласитесь, уважаемые телезрители, что было бы очень хорошо, если бы с законом защиты прав потребителей были знакомы не только покупатели, но и продавцы. И могли комментировать его и объяснять непросвещенным, что предостерегал бы от многих конфликтов. И тогда мы, и покупатели, и продавцы были бы взаимно вежливы. Один из наиболее наболевших вопросов торговли – прием стеклотары. Немногие торговые точки принимают в неограниченном количестве ежедневно стеклопосуду. А специализированный магазин в самом центре города по улице Советской всегда стоит закрытый на все замки и запоры. Болячек у торговли накопилось в давних времен много. Благо, есть надежда, что скоро мы все-таки придем к формам и методам цивилизованной торговли, к взаимному удовольствию торговли и покупателей. Дневная тема, волнующая горожан, особенно северные части города – благоустройство, строительство и содержание дорог. Как вы думаете, уважаемые телезрители, где произведены эти съемки? Может быть, жители, проживающие на этих улицах, и узнают свои улицы? Для тех, кто впервые видит эту непролазную грязь, сообщаем. Это правая половина улицы Димитрова. Кстати, надо сказать, что в этом виноваты, конечно, и сами жители. В грязь свалены стройматериалы, строительные блоки, дрова, да бог весть что. Мы обращаемся и к нашим горожанам, и к руководителям предприятий, за которыми закреплены эти улицы. Давайте сообща, приведем наши улицы, наши дворы в более-менее приглядное состояние. Ведь есть предприятия, которые закрепленные за ними улицы держат в идеальном порядке. Улицы Димитрова и 8 Марта расположены параллельно и недалеко друг к другу. А контраст, поверьте, разительный. Революционеры и писатели, чьими именами названы многие улицы, наверное, отказались бы от своей фамилии, узнав, какие улицы носят их имена. Только прислушайтесь. Улица Лермонтова, Крупской, Димитрова, Кирова. Впору их назвать улицами грязными, да не пролазными. Руководители предприятий могут сказать, мол, легче всего снять эти неприглядности. Но ведь есть предприятия, которые, несмотря на все экономические перипетии, сумели и заасфальтировать, и благоустроить закрепленные за ними улицы. Об этом нам рассказал заведующий отделом городского хозяйства Минязев Зимфир Малагалевич. Делается в северной части города по строительству и содержанию дорог. В северной части нашего города в этом году проводится некоторая работа, я бы сказал, значительная работа по строительству дорог. Вот, вы видите, в настоящее время ведется асфальтированная дорога по улице Социалистической. Это будет идти от улицы Билинского до улицы Якутова, мимо массажеркомбината и улица Куйбышева. Будет заасфальтирована. Эту работу проводит дорожное управление нефтяников. А финансируется? Финансируется объединенными усилиями руководителей предприятий северной части города. В частности, массажеркомбината 30 миллионов рублей будет выделять. Вернее, уже выделил элеватор, выделил 25 миллионов, нефтеваза 7 миллионов. Также будет выделять средства 30 миллионов УТТ-объединения Башнефит, ПТО и КО. Примет участие автотранспортное предприятие. Межерая база, кирпичный завод. В основном, вот эти предприятия. Всего будет собрано более 200 миллионов рублей. И это будет использовано на дорожные средства. Это части улицы Социалистической и Куйбышева. Это даст возможность улучшить транспортные услуги пассажирского услуги и улучшиться дорожным полотном данных улиц. Кроме этого, у нас практически все улицы закреплены за предприятиями и организациями в северной части города. Вот мы проехали улицу 8 марта, который асфальтировал элеватор. В настоящее время ведет работу на улице Димитрово-Потовико. Вот, Зимфер Малагаревич, там улица Димитрово и 8 марта расположены параллельно и очень разительно отличаются друг от друга. Если скажем, улица 8 марта давно заасфальтирована и дорога там прекрасная, а Димитрово, конечно, остается желать лучшего. Да, у нас еще многие улицы остаются желать лучшими. Также вот у нас пока еще неблагостроенство улицы Островского и Кирова. В настоящее время, конечно, по улице Кирова, вот это объединение башни, ведь начал некоторую работу. В прошлом году он был асфальтирован между двумя магазинами улицы Кирова. До средней школы номер 3 в настоящее время ведут они работу по улучшению дорожного полотна. Но, однако, конечно, этого недостаточно. Прошлые годы привели в порядок в улице Лирмонтово автотранспортные предприятия. Однако, после проведения газопровода по данной улице, улица приведена почти что в неправильное состояние. Так, каждому предприятию дано задание, что кто что должен делать в течение текущего лета. Вот автотранспортные предприятия, вот территория, прилегающая территория. Как видите, забор некрасивый. Было сказано, забор заменить. Они подготовительную работу, правда, вели. Забор так и не сменили до сих пор. А лето уже, как вам известно, проходит. Было сказано, заварить грунтом, оккультурить вот этот вот участок. Однако, эту работу также не закончили. Напротив автотранспортного предприятия, дома совхоза завода Яровольского. Этот участок также в заброшенном состоянии. Напротив предприятия совхоза завода также в заброшенном состоянии. На данном участке также требуется провести добротный забор. Улица Кирова. В настоящее время благоустройством улицы занимается УТТ, Объединение Башнифиц. Конечно, им многократно было сказано об этом. Они наконец-то начали благоустраивать. Но мы не очень-то довольны, потому что предприятия довольно солидные. Это практически занимает второе место по своему объему, количество людей, техники. Мы просим и требуем от УТТ, чтобы эту улицу не только поднять, заграбить, но и асфальтировать. Эту далеко не приятную тему заканчиваем приятной новостью. Указом президента Республики Башхатустан присвоено почетное звание заслуженной строитель Республики Фазлеттинову Рафису Гафуровичу, начальнику Янаульского дорожно-ремонтно-строительного управления Объединения Башкир-Автодор. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, желаем успешной работы, крепкого здоровья и всего самого доброго. В понедельник на оперативном совещании местной администрации было сказано о том, что комбайновый парк многих хозяйств и сушильные хозяйства колхозов и совхозов района, а также элеваторы готовы к уборке урожая. Как сказал начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Алим Боревич Салихов, запчасти к зерноуборочной технике имеются, но из-за неплатежей перерабатывающих предприятий города, колхозы и совхозы не имеют возможности вовремя закупить их. При хорошей погоде 29 июля труженики некоторых хозяйств района намеревались начать уборку о зимой ржи, но беспрерывно льется дождь. Крестианин с все большей озабоченностью смотрит на хмурые неба. Наши хозяйства имеют 246 зерновых комбайнов. На днях поступили еще 24. Нагрузка на одного комбайна в районе велика в таких хозяйствах, как колхозе имени Мичурина, Урожай, Куйбышева, Большевик, Худайбердина, Волга, Заря, Родина, Ленин, Карно. Наверное, эти колхозы прежде всего и получат новую технику. Одновременно с проверкой готовности техники идет проверка сушильного хозяйства. Условия на селе сложились в этом году очень сложные и неординарные. Постоянно идущие дожди задерживают заготовку сена. Во время уборки придется работать, как и в прошлом году, чего так боялись руководители наших хозяйств, вести и уборку урожая, и заготавливать корма. Конечно, зерно будет сырым, и поэтому нужно наращивать мощности сушильного хозяйства не только элеватора, но и колхозов, и совхозов. И все-таки мы не перестаем надеяться, что природа даст небольшое окно в 10-15 дней. За эти погожие дни, если максимально поработать, можно будет убрать основные площади. Урожай неплохой. Если убрать без потерь, можно и государственные задания по району выполнить, и хозяйство в достатке обеспечить зерном. На этом, уважаемые телезрители, наша передача окончена. До свидания, до следующей встречи.